вот мы и переночевали друзья миксировщик уже полностью подготовлен заправлен едем таскать рельсы сегодня какие осталось там четыре три целые 1 на 2 части вроде ломано 4 рельсы на посмотрим сколько вытащимся сколько успеем сегодня все проспал мало того что проспал вот еще тут пока задержался пока собирался в общем времени уже пол 11 сколько успею сегодня столько и ладно но сегодня надо все равно возвращаться домой то как я сказал что приеду сегодня дома сказал что приеду сегодня но если чё крайних срок завтра если что завтра уже не будет так ищите ищите меня там со спасателями мне я обычно так не говорю что там ищите меня я говорю что вот приеду через два дня если через три не будет тогда бейте тревогу а так не дергайтесь ладно все выезжаю доехал друзья до первой отметки где-то здесь должен быть рельс один в одном экземпляре опять вот с утра думал и все вроде собрал нет металл искатель в машине остался везде ходе буду лопатой тыкать искать нашел на путике прямо лежит и Продолжение следует... 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 его можешь повредить если можно обойтись без повреждения деревьев я стараюсь их конечно же не трогать что никому мешают а так если у меня не было ничего под рукой мне надо оставить заметку да я сделаю затеску на березе или на той же елке тесну и все никакого угрызения совести или еще чего-то для меня это ну сырье сырье я не знаю как как это объяснить я понимаю сейчас возможно кто-то из-за таких моих слов возможно вообще отпишется от меня от моего канала мне чего ради бога отписывайтесь это все равно что знаете как вот на скотобойне мясник относится к животине да к тому же крестом крупному рогатому скоту или к свиньям до забойщик вы что думаете он каждую ночь ложится спать и ему не может уснуть потому что ему у него перед глазами стоят вот эти убиенные им свинюшки и коровки вряд как бы даже палачи о которых я смотрел видео там читал относятся казни просто как работе а иначе сойдешь с ума если также и тут задумываться о каждой поврежденной тобой елочки березки или еще что-то то тоже можно сойти с ума ну да сделал я затеску на ел на березке да не погибнет она от этого так у нас тут с этой стороны один рельс и с той стороны один рельс какой начнем давайте начнем с ближней наверно ну что друзья вытащил 2 уже зацепил времени времени без 15 час не знаю как я сегодня опять в темноте тут буду наверно пучка 1 все выезжаю это потерял друзья рельси ладно сразу заметил раскрутилась гайка у прицепного болт выпал видать плохо затянул вот час не найти правда придется что-то другое вставлять сейчас вам цепочкой подтянув так она катится нормально довольно таки легко ну вот не найти сейчас доехал друзья до палатки чем не там в печке то наверно все уж прогорела и надо металлискатель взять вот сколько ездил сейчас он подкинул еще углей довольно таки много было чайку попью времени уже 20 минут второго надо наверное перекусить по быстренько сейчас сальца он опять пожарю пару кусочков червячка заморить сырым салом давится чуть неохота решил пожарить чаю попью поеду дальше металлоискатель взял буксировщик заправил вроде бы все сделал вроде бы ничего не забыл вот это уже совсем другая тема так до места добрался сразу пойду поищу сначала здесь вот я вроде бы только что да в палатке говорил что вроде бы все взял ничего не забыл да не друзья забыл улица то через час уже темно будет а фонарик не взял оставил в рюкзаке вот как вот как я только что вспоминал сидел все ли я взял нет не все значит сейчас еду за самыми дальними покатить пока светло вытащу самое дальнее постараюсь а уже за это приедем с фонариком ну вот друзья вчера я тут все верно ходил только не смог их нащупать вот и кто-то искал вот одна окончание рядом вторая лежит одну достал метра 4 наверно но к сожалению она оказалась без дыр не знаю как я потащу возможно как-то на цепь привяжу посмотрим надо вторую еще достать вторая вот она кончается здесь вроде тоже пошла с этой стороны нет отверстий плохо она тоже не длинная она тоже метра 4 я думал это одна пополам сломана ну то этот с обеих сторон отверстий нет ну вроде бы все выдумка сюда это вытащить этот вроде как по длиннее немножко кусок хотя может такой же на этом куске тоже друзья нету нет отверстий я думал тут одна рельса пополам сломана обоих сторон думал отверстия будут думал волоком утащу похоже что не утащу одну еще да на цепочки как-то можно обе нет на было цепей с собой больше брать на следующий раз оставлять все равно еще ехать в эту сторону можно и оставить в общем оставляю все равно еще сюда ехать с бензорезом тут еще железяка хорошая была найдена листовое железо нарезать будет так что пока полежат еще не убегут похоже что друзья на этом все я сдаюсь вмерзло то что даже домкратом ведет загибает ее домкрат и все так вмерзло что оставляю может другой раз еще помучайся все сил больше нету все и так уже опять не по темноте домой ехать выехал палатки друзья ну и так как металл забрать не удалось там поеду на болоте тесы поищу помните дать и сына ходил как-то повидел то видео чем поеду за кисами кис или тиски ли как правиль нашел друзья вот они я уже засомневался найду не найду езжу тут кочки распины вы помню что на кочку на какую-то ложил вот все бугорки тут распиновую езжу нашел все таки все тесы дом ну все даже не пришлось металлоискать включать он ездил кочки пинал опять друзья завыделывался буксировщик опять не стал работать заводится нормально ехать не хочет не знаю чуть-чуть постоял может поедет видите газу даю не работа будем лечить а лечится друзья это вот так вот резинка резинка в общем друзья женская для волос это я на камеру креплю ветрозащиту поролонку в общем вот так вот заслонку закрываю вешаю я на заслонку и вот в таком положении он что-то маленько едет опять замерзли жиклеры какие-то так надо пока снять сначала запустить все начинают ехать полный газ правда практически ну хоть как-то сейчас маленько так по поеду там все отогреется отойдет прососет его и он опять по нормальному поедет а пока только с закрытой заслонкой на улице то не мороз плюсовая почти температура надо ему синюхи налить наверно в бак в смысле спирту бутылочку хотя я его снимал просушивал все равно то же самое так ну что дракона запустил пускай греется пойду чай пить ну все друзья я готов стартовать выезжаю в сторону дома вот так вот две рельсины и по волоку плюс радиатор плюс железяка тисы в общем не порожняком уже все хорошо путики сделал пробил к следующему металлу нормально поездить все друзья на этом наверно буду заканчивать свое видео давайте всем удачи всем счастья здоровья и пока чуть не загорел друзья дело в том что какой-то конструктор додумался сделать провод на люстру по улице я все хотел его переделать так и не переделал и в общем веткой перетерла его тут замкнул этот провод вся кабина всем в дыму тут провод поплавился теперь не знаю что делать как ехать и дело в том что у меня и свет то один единственный вот этот люстра остался куда-то основной подевался не знаю вот так сейчас бы приехал вот так дела чуть не загорелся бы провод он весь плавился до самой крыши не нашлось у меня друзья лишнего ненужного такой длины провода поэтому этот старый изолирую рулон изоленты уже смотал хочу куда деваться вот такой вот провод получился ну ладно лишь бы не короткнул все сейчас подсоединяю вот тут собственно да будет свет ладно на скрутку пока куда-то его надо прибрать чтобы он тут не мешался даже длиннее чем надо получилось ну вот как то вот так вот я его тут просуну тут была щель небольшая в общем просунул тут вроде изоляция сохранилась и вот он изолированный наш провод все массу включаем свет горит все можно ехать друзья ну что друзья добрался до дома ну вернее до поселка пока еще только вроде больше никаких происшествий не случилось в целом все нормально 300 килограмм приволок плюс там немножко 350 может чуть больше так кто может неприятно делится Продолжение следует...